А теме, с которой началась политическая неделя в Украине, но которая как-то погасла к пятнице, это электронные декларации. Сначала генпрокурор заявил о том, что у него есть материалы для предоставлений о лишении неприкосновенности сразу трех депутатов. Дэйдэя из Народного фронта, Лазовова из радикальной партии Олега Ляшко и Бобова из группы Ведроджиня. Мол, это результаты проверки электронных деклараций. Потом выяснилось, что достаточно материалов только по Бобову, но вот уже и он якобы решил эту проблему. Почему проверка этих деклараций забуксовала и кому еще удастся избежать ответственности за сомнительное богатство, выясняла Елена Митясова. Кто из-под купола на выход? Або пояснить податковые походжения коштев, або сплатить податки 18% за то, чтобы спать спокойно. Бриллианты, иконы, святые мощи и миллиона кэша под матрасом, которым нет объяснения. Шаг и мат от генпрокуратуры. Под фронтовиком Евгением Дэйдеем, Геннадием Бобовым от Ведроджиня и радикалом Андреем Лазовым пошатнулась неприкосновенность. В декларациях этого трио прокуроры увидели необъяснимые излишки. У бывшего комбата, а ныне народного фронтовика с мандатом Евгения Дэйдея за душой добра немного. А вот его жена Инга, судя по декларации, человек вполне обеспеченный. Имеет и две квартиры в Одессе, и две элитные машины, и денежные сбережения. Дэйдея подозревает в незаконном обогащении. Тот все отрицает. Андрея Лазового тоже подозревают в незаконном обогащении, да еще и в уклонении от уплаты налогов. Официально радикал жил на одну депутатскую зарплату, ездил на подаренном элитном авто и при этом увлекался коллекционированием. В декларации сплошные раритеты. Голодное оружие, иконы, антикварная мебель, вина и пресловутые святые мощи. В справах и Лазового, и Дэйдея я выявил грубые помилки при подготовке подания. Поэтому оно повернуто в сад. А вот что касается третьего фигуранта дел Геннадия Бобова, то представление о снятии с него неприкосновенности до парламента все-таки дошло. Бобова называют королем Кэша. Только наличка он задекларировал 100 миллионов гривен и 2,5 миллиона долларов. И это не считая миллионов жены. Заранку мне поведомил народный депутат Бобов про то, что он сгоден с этим поведомлением и сплачет до государственной казни понад миллион долларов несплаченных податков. Сам Бобов сегодня даже квитанции показал. Хоть с решениями не согласен, но госбюджет на 38 миллионов гривен таки пополнил. Свои богатства слуги народа засветили еще осенью. Откуда у депутатов горы налички, машины и квартиры? В ГПУ, говорят, из 420 нардепов спать спокойно могут пока только 35. Фамилии счастливчиков не разглашаются, но их декларации, по словам генпрокурора, успешно прошли проверку. Однако получается, более чем за полгода проверили лишь несколько десятков депутатских деклараций. А пока нет автоматической проверки, декларации проверяются вручную, крайне медленно. Кто в этом виноват? Министр юстиции на днях в который раз заявил главная причина в главе Натальи Корчак, который давно пора в отставку. Если бы мы ничего не делали, поверьте, все бы молчали, и всем было бы очень хорошо. А потом сказали, что они не справились с работой. А вы же посмотрите, на каждом этапе своей деятельности нас постоянно критикуют. Какие еще органы так критикуют? А вот декларация самого Петренко заинтересовала журналистов. Министр юстиции указал почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона на депозите в Ащадбанке. Как работать, жалуются в НАПК, когда война с ей декларированием идет по всем фронтам. То жди подвоха от Минюста, то от силовиков. Последние недавно нагрянули в кабинет замглавы НАПК Руслана Радецкого с обыском и угрозами. А все потому, что агентство в декларации начальника департамента противодействия преступности в сфере экономики Игоря Купранца нашло нарушение и потребовало разъяснений. Они обычно работают по-другому, они обычно наградут кого-то, кого-то налякать. В общем, не получится. Не налякают. Потому что решение есть, правопорушения есть и должны быть покорены эти работники. Объяснить свою декларацию стоило бы, к примеру, и советнику главы МВД нардепу Антону Геращенко. Он забыл внести в документ пуленепробиваемый микроавтобус Вольфсваген. На него он пересел после покушения, хотя удовольствие это миллионов на пять. Я використовую эту технику, которую уважаю за потребность. Но все же в декларации два авто Геращенко задекларировал. Два внедорожника, тестя. На одном из них действительно журналисты неоднократно видели советника. На самом деле никто не зацикален в переведении электронных деклараций от власти. Потому что это эффект домино. То есть, если пойдут в суд, сутевые, про приховывание остатков, про зловживание службовым становищем, про незаконные сбогачения, соответственно, это может торкнуться с очень многих. И этого власти очень и очень боятся. Ситуация с Е-декларированием действительно пока напоминает игру в пинг-понг. Чиновничьи яхты, виллы и тонны кэша так и остаются необъяснимыми графами в декларациях. Елена Митясова, Алексей Шматов и Юрий Романюк. Подробности недели. Телеканал Интер.